Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у меня такой короткий и не запланированный выпуск. Сделать я его хочу лишь для того, чтобы вы посмотрели и не совершали моих ошибок. Вчера вечером я подкармливала цветы и решила опрыскать многие свои растения по листу удобрением, которое называется плантофит. Пропорции плантофита были 10,54,10. Я развела его из расчета 2 столовые ложки с небольшой горкой на 10 литров воды и опрыскала растения по листу. Опрыскивала я все свои хризантемы. Вот у меня мультифлора готовится зацвести. Также я опрыскала остеоспермумы. Вот они тоже, видите, зацветают, какие-то цветут. Опрыскала я все петунии, которые растут у меня в кашпо. А здесь тоже остеоспермумы, катарантусы, пеларгонии. В общем, все эти цветы я опрыскала и вроде бы все хорошо, все ничего. Ну, сами видите, цветут и пахнут, как говорится. У меня оставалось немного и я решила опрыснуть розочки, которые тоже готовятся зацвести. Вообще, я еще вчера вечером заметила, что что-то не то. Но так как на улице было уже темно, вроде бы 8 вечера, а уже у нас прям хоть глаз кали, уже сумерки. Я опрыскиваю и не понимаю, на моих розах какие-то пятна появляются. Я думаю, ну ладно, может быть, это, знаете, как отсвечивает в темноте. А сегодня днем я стала разглядывать свои розы и я была, честно говоря, в шоке. Посмотрите, некоторые листики, они просто-напросто обожжены этим удобрением. И вот я в прошлом году его использовала и все было нормально. В этом году, честно сказать, не использовала. Я вообще про него забыла. Я пользовалась монокалийфосфатом весь сезон. Но вот почему оно дало такую реакцию, почему оно дало такие ожоги, я даже не знаю. Другие цветы совершенно нормально отреагировали. А вот розы, и причем не все, некоторые, и вот такие, у которых вот листва, видите, они еще готовятся зацвести. И листва еще, она, ну скажем так, нежная. В общем, эта листва, она пострадала и пострадали даже в побеге. Видите, здесь тоже вот как удобрение, видимо, текло. Прям такой ожог. Я ничего больше не добавляла, опрыскивала только этим несчастным плантофидом. Ну, не знаю, может быть, это дозировка. Ну, хотя две столовые ложки с горкой. Я тоже использовала такую пропорцию. Ну, возможно, я сыпала не с горкой, а просто две столовые ложки. Ну, неужели такая небольшая разница дала вот такие ожоги? Ну, они, конечно, не сильные, но, согласитесь, не очень приятно перед второй волной цветения видеть такие обожженные листья. И это у меня не только на этой розочке. Я маханула по нескольким сортам. Сейчас я вам покажу. Вот эти розы, которые тоже обожглись у меня плантофидом. Посмотрите, ну, та же самая картина, как и на той. Даже вот здесь сильнее видно. Видите, прям такие полоски, пятна. Ну, я не знаю, как это назвать, ожоги. В общем, некоторые розы у меня пострадали. И вот это тоже. Смотрите, вот здесь листики, вот здесь. Вообще, я вот как шла, так и опрыскивала. И вот тут, и тут. И вот как-то не на всех побегах. Вот на этих сильно. А вот здесь я тоже обдавала. И как-то вот не видно. Видите, здесь листва чистые, нормальные. Хотя я обдавала все. И вот тут тоже все опрыскивала. Ну, хотя здесь вот как-то вот что-то непонятно. Какие-то они странные. Вот эти листики, видите, не пострадали. В общем, листва, которая молодая, которая такая нежная, побеги, которые нежные, они, вот видите, прям обожглись, а, которые, побеги более крепкие, более старые, здесь тоже, ой, все в точках, в общем, побеги, которые более старые и крепкие, и такие, знаете, более одревесневшие, с ними все нормально. Что я хочу сказать, имейте в виду, я даже не знаю, в чем тут проблема, либо в дозировке, 2 столовые ложки с горкой, это много для роз, и розы могут получить ожоги, либо это дело в побегах, вот такие молоденькие побеги, хрустящие, которые еще очень нежные, их, видимо, лучше не опрыскивать вообще этим удобрением. Хотя я вот здесь смотрю, тоже, видите, в принципе, побег, он тоже молоденький, он тоже нежный, и ничего, роза нормального. Я, конечно, надеюсь, что с этими розочками ничего такого критичного не будет, и они худо-бедно, но доцветут у меня во вторую волну, но все равно, конечно, не очень приятно, и впредь я больше этого удобрения использовать не буду. Лучше буду пользоваться по старинке своим анакалифосфатом и другими удобрениями, которые не жгли так мои розы. У кого был тоже печальный опыт, пишите в комментариях. Ну, у меня на сегодня все, всем пока и до встречи!